промежуточный мозг глянем как располагается он на примере сагитального сечения смотрите правая часть изображения демонстрирует что промежуточный мозг располагается очень глубоко и в самом центре оправдывая свое название небольшой пол размеру по объему но чрезвычайно важный мы будем чуть позже видеть что он играет роль единого пузыря как собственно и развивался в процессе эмбриогенезе эмбриогенеза но тем не у него не менее у него есть две стенки вспомним вот эту стадию трех и пяти мозговых пузырей важно что прозенцефален потом разделился соответственно парный теленцефален и диенцефален диенцефален остался не пар но тем не менее если это пузырь то у него есть стенки и потом эти стенки но сблизились друг с другом щель самого третьего желудочка стала совсем крохотной а тем не менее парность частей правая и левая стенок она вот сохраняется на всю жизнь если мы эти же пузыри прямо так сейчас и изображаем как вот структуры округлые сферические то и энцефален вот таким образом мы можем объединить как перечень полости и отделов промежуточного мозга значит мы разделяем таляминцефален и гипоталямус включающих корпором эмилярия туберцинереум инфундиболиум хиазмы трактус оптикус это все разумеется нам на препарате надо найти и мы сейчас чуть позже это постараемся совместно продемонстрировать очень важная классификация которая должна быть в голове что диенцефален состоит из двух основных частей таляминцефален и гипоталямус в очередь таляминцефален который рассматривается как подкорковый центр всех видов чувствительности а значит это какое вещество серое или белое серое разумеется это ядра да это тела нервных клеток и таляминцефален в свою очередь помимо талямуса как такового содержит еще эпиталямус и метаталямус эпиталямус и метаталямус это тоже серые вещи но выполняющие уже другую функцию да и мы по ходу дела ее будем упоминать да значит принципиально сам талямус талямус это еще раз совокупность всех видов чувствительности что это значит то все чувствительные тракты направляющиеся к коре головного мозга в талямусе прерываются на последний нейрон то есть тело последнего обычно третьего у чувствительных трактов нейронов располагается в талямусе вот картинка из атласа синельникова и видите достаточно сложно разрезан этот препарат то есть у него как бы несколько этажей срезов вот первая горизонталь среза через лобные доли вот вторая горизонталь более глубокая через уровень промежуточного мозга где мы видим это талямусы а вот здесь еще более глубокая третья то есть тут трехслойное рассечение теоретически это можно сделать используя обычный препарат мозга в формолине ставший плотным но безусловно это такая вот достаточно кропотливая работа и теперь мы выделим вот эту часть для того чтобы стараться с нею разобраться более детально вот эту часть которая сейчас у нас в квадрате давайте ее сравним со схематическим рисунком вот я справа специально ее вырезал здесь ставил из предыдущих картин которую вы можете найти в атласе синельникова а вот здесь нарисовал то что мы должны по памяти уметь воспроизводить и мы должны идти сейчас эти соответствия друг с другом вот th это талямус вот он вот это полость между двумя талямусами обозначена как в 3 вентрикулистерциус на остальные структуры теперь давайте подробно детально рассмотрим уже нарисовав в таком виде в виде последовательным в анимировом и так вот сейчас мы изобразили два голубых талямуса значит еще раз повторимся диенцефален это не парный мозговой пузырь на стадии пяти но тем не менее поскольку у него полость является такая сплюснутая полость третьего желудочка то боковые стенки они практически стали парными да и талямусов в этой связи вполне естественно два они друг с другом соединены чем вот этим дезио интерталямико теперь давайте пробовать то же самое смотреть на нашем препарате вот важно указку в пространство между двумя талямусы и значит мы можем их теперь развернуть в обе стороны и тогда мы увидим вот эту структуру вот она адгезио интерталямико вот она чуть больше надо наверное развернуть то плохо видно вот так вот она адгезио интерталямико продолжаем дальше написал в 3 промежуточек это значит вентрикулус терциус пространство между двумя талямусами узкое очень щелевидное пространство настолько узкое что если взять отдельный срез то мы увидим что она здесь составляет буквально несколько миллиметров разделяя правый талямус и левый талямус друг с другом вот это щелевидное пространство остаток того четвертого мозгового пузыря который имел место на 25 день внутриутробной жизни потом всю жизнь сохраняется в виде вот все сужающейся полости но вот теперь она уже взрослого вот такая у лямуса есть и разные части вот эта задняя часть называется пульвинар она более широкая соберем давайте его и и эта часть пульвинар вот он расширенная часть сам талямус может быть разделен на отдельные участки между которыми располагаются группы ядер и эти ядра можно разбить на группы по расположению именно нуклеи антериористолями в передней части подкорковый центр обоняния нуклеи нуклеи пастериористолями подкорковый центр зрения то есть в дужке как раз располагается подкорковый центр зрения затем латеральные ядра талямуса этих латеральных ядер несколько и вот на таком сечении мы изобразили нуклеус вентра латералис подкорковый центр общей чувствительности что значит общий сюда будет входить чувствительность кожная прежде всего да и здесь же будет проприоцептивная то что связано с медиальной петлей мы в прошлый раз говорили лимнискус медиалис и м смотрите появилась у нас группа ядер расположенных медиально нуклеи медиалис они являются подкорковыми центрами экстрапирамидной системы и наконец внутренние ядра нуклеинтерстициалис которые занимают центральную часть сечения талямуса это ядра ответственность за вестибулярную функцию и слуховую а теперь смотрите мы нарисовали вокруг талямуса какие-то структуры это нуклеус каудатус оно относится уже не к промежуточному мозгу а к конечному давайте посмотрим на препарате извините я не на ту кнопку нажал о извините придется нам ну раз не на ту нажал то воспользуемся еще раз возможностью взглянуть это нуклеус каудатус на данном изображении вот оно снаружи от талямуса вот здесь вот оно в увеличенном виде нуклеус каудатус отделенное за счет стриотерминалис ст от самого талямуса сейчас мы с вами рисуем его вот на этом анимированном рисунке и перейдем на препарат это это область его подушки вот эта расширенная часть помним что здесь располагаются именно зрительные ядра ответственные за зрительную функцию и вот мы говорим что теперь латеральнее вот это нуклеус каудатус nc то что обозначено у нас в нашем рисунке вот это нуклеус каудатус возвращаемся к нашему изображению нуклеус каудатус мы теперь нашли договорились что оно относится к талям энцефалин негде энцефалин теперь смотрите мы вокруг талямуса изображаем структуры которые его как бы окаймляют вот это желтый цвет который позволяет как бы разграничить несколько полосок по периферии его расположенных с медиальной стороны это стриамиду лярис давайте попробуем ее найти на нашем препарате вот этот то что это что от чего отделяется три амиду лярис Какие поверхности талямуса друг от друга? Медиально от верхней. И можно сказать, что вот на таком сечении она ограничивает щель третьего желудочка. Затем в периферии это стриотерминалис СТ. Терминалис конечная, значит на границе с чем-то, пограничная. Она располагается на границе между диэнцефален и чем? И телэнцефален. Промежуточным мозгом и конечным мозгом. Ведь мы договорились, что нуклеус каудатус НС это конечный мозг. Итак, стриотерминалис. Ой, грехи мои тяжкие. Непослушные кнопки компьютера. Вот убирают все эти картинки. Неподходящий момент. Стриотерминалис. Давайте ее найдем сейчас на препарате. Ясно. То, что мы сейчас показывали на резиновом препарате, это не желтый. Это не желтого цвета было. И здесь использовал желтый цвет для того, чтобы просто наглядно сделать более очевидной. Но, тем не менее, ясно, что это структуры реально расположены по периферии талямуса. И теперь важно, что окружив талямус, эти структуры дальше еще образуют вот такую выпуклость кзади. И обозначим ее эпифис. Или цисковидное тело, корпус пенеали. Вот это эпифис. И давайте то же самое найдем на нашем резиновом препарате. Получается, вот он эпифис. Вы скажете, но какой-то он здесь не сильно похож на единичную структуру. Он словно бы парный. Да, это дефект резиновых препаратов. Но мы сейчас пока рассматриваем его здесь. Через минуту сопоставим с другим, вторым препаратом. И там он несколько иначе выглядит. Чтобы просто глазом различить. Но эпифис, если мы даже его посередине разрезаем, является структурой непарной. Важно, что эпифис, он висит как бы на таких двух ватках, уздечках, можно сказать. По бенуле. То есть эпифис... Разбери его, будь добра, точно так же. Эпифис как бы подвешен с двух сторон. Такой вот уздечкой или поводком хабенуля. Которая, в свою очередь, непосредственно контактирует с подушкой пульвина за счет ТХ. Что это такое ТХ? Тригоном хабенуле. Давайте мы перейдем на другой препарат. У нас два резиновых препарата. Продолжение следует... Теперь важно, что три эти структуры в совокупности объединяются в понятие эпиталямус. Эпиталямус выполняет другую функцию. Он очень связан тесно с ответственностью за биоритмы разного рта. Ритмы циркадные вокруг дня. Циркадис. Циркадные ритмы. Которые... Мы хотим кушать три раза в день. Мы хотим спать каждые сутки. Но не три, не четыре раза в сутки, как кошки, например, могут. И есть ритмы годовые, месячные. Есть ритмы, связанные с всей нашей жизнью. Когда человек растет сначала, один ритм достигает пубертатного периода преддополовой зрелости. Потом наступает период половой зрелости. Потом наступает период взрослости. И эти все периоды, сменяя друг с другом, тоже связаны с ответственностью таких структур, как эпиталямус. Теперь я рисую две еще дополнительные части, которые другим цветом показаны. Эти части? Называется корпус геникулятум медиали и корпус геникулятум латерали. У нас есть старое видео, где рисунок перепутан. Где корпус геникулятум медиали и латерали связаны с другими ножками. Пожалуйста, вот обратите внимание, что сейчас именно мы изобразим правильные взаимоотношения. И мы нарисуем теперь пунктирной линии то, что называется брахиум калликули. Тупериорис и брахиум калликули инфериорис. Смотрите, брахиум калликули супериорис я нарисовал пунктиром. Почему? Потому что на препарате едва заметно. А брахиум калликули инфериорис целиком. Она на препарате видна лучше. У нас два разных резиновых препарата. Попробуем их сейчас сопоставить рядышком друг с другом. Вот мы видим... Вот это четверохолмик. Значит, конкретно я сейчас упираюсь в нижний холмик. А вот это верхний холмик. И теперь, если мы чуть-чуть вот так развернем, мы видим, что здесь есть корпус гинекулятум медиали. Вот она. И два заметные. Вот тут. Корпус гинекулятум латерали. То есть корпус гинекулятум латерали труднее достижимо для осмотра. Вот оно едва заметное. И мы видим, что от верхнего холмика, чтобы его достичь, нужно пройти под подушкой. И поэтому брахиум калликули супериорис... Вот оно только начало здесь показано, а дальше оно исчезает. Куда? Оно прячется под подушкой. То есть оно располагается глубже. Значит, это брахиум калликули супериорис. Смотрите, то, что у нас здесь изображено на этой схеме пунктиром. Пунктиром, потому что оно прячется под подушкой, и из-за этого видно плохо. А корпус гинекулятум медиали, оно хорошо заметно связано с нижним двуххолмием. С нижним холмиком четверохолмием. Нетрудно догадаться, что если нижний холмик, который ответственен за слуховую чувствительность, связан с корпус гинекулятум медиали, то вполне естественно и оно, корпус гинекулятум медиали, тоже имеет слуховую функцию. А что касается корпус гинекулятум латерали, то оно связано, как и верхний холмик, со зрительной функцией. То есть эти два центра, подкорковые центры зрения и слуха. Мы сейчас рисуем здесь четверохолмия, чтобы показать, что эти две летящие чайки друг на друга, верхние и нижние холмики, реально связаны с коленчатыми телами посредством ручек. Брахиум калликули супериорис и брахиум калликули инфериорис. Вот это все совокупно называется метаталямус. Вот мы с вами завершили этот рисунок. И очень желательно, чтобы вы умели по памяти воспроизвести эту картинку. Тогда и все подписи позволяют классификационно хорошо представить взаимоотношения между различными отделами соля Менцефаль. А теперь мы пользуемся картинкой из учебника по клинической анатомии Море. Очень такой детализированной, подробной. И смотрите, вот этот участочек, который мы здесь узнаем, дарзальной поверхности, вот мы теперь увеличили в левой стороне весьма существенно. Вот это эпифиз, буква Е. Тогда скажите мне, что это такое H? Хабенуля, разумеется. А вот это, желтого цвета, тригоном Хабенуля. Еще разок попытаемся сравнить эту картинку с нашим резиновым препаратом. Наверное, чуть-чуть мы увеличения добавим. Наш корпус охраняет собака. Но как-то она никак не хочет согласиться с тем, что у нас идет запись, и нужно помолчать. Но ночью она свою функцию выполняет очень хорошо. Итак, мы говорим, что здесь есть вот этим розовым цветом обозначенное корпус пеняли. И рядом расположена вот эта часть Хабенуля. А вот чуть ближе к стрио-медулярис располагается тригоном Хабенуль. Значит, весь этот комплекс, вот он, мы его можем продемонстрировать таким образом. Итак, мы вновь объединили эти структуры как мета, извините, эпиталямус. А теперь метаталямус. Вот здесь показаны корпус геникуляту медиали. Право я его подписал как ЦГМ, корпус геникуляту медиали. А слева подкрасил. Говорили, что это подкорковый центр слуха. Более латерально располагается корпус геникуляту латерали подкорковый центр зрения. Видите, он такой сереневатый. И хорошо заметно сейчас, что между ними располагается, между корпус геникуляту медиали и нижним двуххолмом располагается брахиум калликули инфериорис. И вот корпус геникуляту медиали и нижний холмик связаны друг с другом при помощи этой брахиум калликули инфериорис. А к латеральному коренчатому телу идет брахиум калликули супериорис. Но мы его практически не видим. Почему? Потому что прячется под пульвина. Поэтому наши схемы рисовали его пунктиром. Еще одна красивая картинка. Я ее сюда дополнительно вставил. Из другого руководства по крыльнической анатомии. Просто чтобы в развернутом таком состоянии, несколько позволяющим заглянуть под другим углом, мы могли различить опять корпус геникуляту медиали и корпус геникуляту латерали. Соединяет брахиум калликули супериорис. Едва заметная. Видите, сразу под стрелочкой она прячется под пульвинар. Собственно, надпись BCS располагается на области пульвинар. Так ведь? И брахиум калликули инфериорис, который заметно несоизмеримо лучше. Итак, все это в совокупности мы обозначаем как метаталямус. Продолжение следует... Продолжение следует...